Звездюли на фронте В Курской области и занимать огромные территории на нашей базе НАТО в Эстонии приготовились разбирать российские фейки в особо большом количестве. И надо сказать, что работа появилась фактически сразу. Короче, не будем долго ходить вокруг да около, покажем фрагменты из, прости господи, творчества убогих. Те, кто зашли в Курскую область, они там, в массе своей, и останутся. Российские войска и пограничники ФСБ продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах, которые примыкают к российско-украинской границе. У противника большие потери. Нападение на российское приграничье обернулось для украинских террористов колоссальными потерями. В Сумской области выживших ждут многочисленные скорые. В общем, после того, как первый шок прошел, основной антикризисной линией у россиян стали якобы ужасные потери сил обороны Украины в Курской области. Мол, Украина совершила ошибку, не нужно было на территорию России вообще лезть, а теперь вон спецназ Лохмат всех как уничтожит. Лично знаю Аида, командира группы Аида спецназа Ахмад, который сейчас прибыл на это направление. Это довольно печальные новости для ВСУ, потому что парни подготовленные, парни заряженные. У них за плечами огромный, ну, огромный боевой опыт. Я здесь, ребята наши здесь. Здесь противник, который нас сейчас будет смотреть, ему привет, потому что, я так думаю, что эти дни у него последние в его истории и жизни. Вот только на деле с уничтожением украинцев у Овцелюбов получилось, мягко говоря, не очень. И уже и журналисты самых разных стран по Суджи гуляют и репортажи снимают. А лапти Аладдина по-прежнему город языком держит. В Судже еще находятся наши подразделения. Враг не контролирует Суджу, скажем. Не понятно, что Россиюшка Северной Кореи девчонок спецназа Ахмад на время передала. Россия отправит 447 кос в Северную Корею, чтобы помочь союзной стране бороться с голодом. И кадыровцам врать теперь не так стыдно, но слушайте, ну надо ж хоть какое-то самоуважение иметь. Вот только у политрука Аладдинова с самоуважением все очень плохо. То есть мужик в годах, с бородой, а ведет себя как прощавый школьник. Любое включение Овцелюба – это реальные стендап-камеги. Давай уже, лапти, жги! Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Чего кому не ясно? Оказывается, никто и подумать не мог, что в 21 веке в центре Европы одна армия на территорию другой страны войдет. Что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. То есть Алаудинов совершенно искренне не понимает, что подобная риторика – это гол в свои ворота. А Скобеева и компания, походу, банально боятся поправлять или тем более перечить Кадыровцу. Ну да, кому ж потом извиняться хочется, да? С другой стороны, не будем исключать того, что Бородач Лаптин на самом деле не такой дурачок. Просто завербован пацан ГУР и СБУ. А значит, работа у него такая – русских и кадыровцев дураками выставлять. И надо сказать, что с этой задачей Алаудинов справляется мастерски. Давайте вместе посмотрим пример. Дорогие украинцы, заехал он в пятерочку. В пятерочку заехал. Скажу вам, выбор не очень. Выбор не очень, а тебе лучше. Ха-ха! Слава Украине! Ха-ха! Многие, наверное, видели этот видосик украинского военного из Суджи. Казалось бы, приятно, весело, но ничего такого. А теперь мы вам покажем, как с подачей упомянутого АПТИ ровно эти же кадры показали российские кадыровские ресурсы. ЛТП лучше! Ха-ха! Слава Украине! Мы, честно говоря, очень долго смеялись. Могучий спиртназ Ахмат, вместо того, чтобы демонстрировать уровень на поле боя, дошел до такой стадии дна, что дорисовывает прилеты в фотошопе. Вот все ребята похлопаем. Теперь нам понятно, откуда эти нереальные цифры с потерями, которые ежедневно изрыгают российские каналы, где из тысячи штурмовиков, озвученных Министерством обороны РФ, убиты, если не все, то около того. Там колоссальные потери. То есть украинская армия уже несет колоссальные потери. Ну и хорошо. Тоже, видать, в фотошопе ликвидация случилась, да? Иначе что мешает могучей российской армии выдавить оставшихся пару десятков человек на территорию Украины? В соответствии с официальными сводками. Сначала в Курскую область зашло 300 оккупантов. На следующий день глава генерального штаба озвучил президенту уже другие числа – тысячу. На вчера по сводке уничтожили почти 700. Сегодня уничтожили 280. Получается, осталось совсем немного – 50 человек или как? Но всех российских военкоров, задающих неудобные вопросы, Лапти Аладдинов публично назвал предателями и, цитата, «петушками». А реально они работают на врага. Вот есть такой канал, называется «Операция З». Тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где журналисты натовские, типа, ездят по судже и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Аладдину? Я скажу, у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой петух, как ты должен, у меня что-то спрашивать. После чего весьма показательно добавил, мол, правду говорить вовсе не обязательно. Главное, чтобы паники среди военных и гражданского населения не было. Я свою работу знаю, я ее делаю. Я воюю. Понимаешь? И делаю все, чтобы вот такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах. В рядах бойцов МО и среди мирного населения. И это, на самом деле, очень важный момент для понимания процессов, происходящих с Запоребриком. Спецоперация идет настолько по плану. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Что на третий год большой войны государственные каналы заняты не описанием штурма Львова и не обещанным заходом в Варшаву. Варшава это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. А борьбой с паникой внутри своей страны. Холопы в Курской области ведь тоже были уверены, что война их не коснется. А теперь на потери их родных городов и деревень Москва призывает не акцентировать внимания. Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Вот сейчас нам, как мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш не наш населенный пункт. Да и правильно. Всего-то минус 40 населенных пунктов за 10 дней. Да разве такие мелочи стоит обсуждать? Пусть лучше россияне кино посмотрят, как могучие российские морпехи украинцев крошат. На этих кадрах российские морпехи штурмуют окопы с ВСУшниками на Запорожском направлении. Блиндаж украинских формирований. Пара бойцов зачищают как по учебнику, забрасывая позиции гранатами и простреливая слепые зоны короткими очередями. А если мало просто картинки, то Олюшка Скобеева еще и с комментариями поможет. Ну-ка, получай хохол. Будешь знать, что такое деноцификация не на словах, а на деле. Далее. Молниеносная смена магазина уже через несколько секунд. Из тумана войны выбегает четвертый бандеровец. Минус три. Вот только в этой истории есть маленькое, но важное но. Канал Россия настолько жалкий и убогий, что в рамках борьбы с паникой хайпует на смертях своих же солдат. Дело в том, что это видео было залито украинскими силами специальных операций еще в 2023 году. И это легко доказать. Воины ССО Украины с тилу зайшли в окопы противника на певденном направлении. На видео попали кадры зачистки опорного пункта россиян. И чтобы все убедились, что речь идет именно о том видео, которое крутила Скобеева, мы даже не поленимся в полеэкране сравнения сделать. Но вот проходит год, и каналы России решают станцевать на костях своих же типа героев. То есть языком выкаешь о соль земли. Это и есть наши русские воины. Это и есть наши бойцы, наши защитники. Наша гордость, соль нашей земли. Но давайте, что ли, уже после смерти хохлами чуток побудете. На этих кадрах российские морпехи штурмуют окопы с ВСУшниками. Ну а что, все равно же мертвые. Предъявить Скобеева за настолько грязные фейки они не смогут. Вот пропагандисты и куражатся. Такого не было. Это и есть фейк. Причем, ладно, это был бы некий единичный случай, но нет. Вот вам та же Скобеева и ее уже новая сенсация. Оказывается, у украинской армии такие страшные потери, что кладбищ по стране уже не хватает, а потому погибших закапывают чуть ли не посреди поля. Ни оградок, ни могил. Флаг в землю воткнули и хватит. Вот такие кладбища ВСУшников стали появляться на Украине. Потерь много, хоронят плотно. Ни оградок, ни памятников. Естественно, российские дегенераты с радостью подхватили такую победу, и понесли ее в массы со скоростью усей на болта. С Крепоносом не нужно разбираться. Ну и тем более знать правду. Главное лайков собрать и отвлечь глубинный народ от происходящего в Курской области. Ну а мы все же потратили некоторое время, чтобы узнать, а что же это за кладбище-то такое, а? И тайное очень быстро стало явным. Полын уже в небо, как соки летели. Оказывается, на этом месте никого не хоронили. Просто власти одного из украинских районных центров решили высадить дубовую аллею в память о погибших земляках. У Славуте посадили лес на честь воинів, які віддали життям за Украину. И к каждому саженцу прикрепили флаг. И об этой акции были сняты десятки сюжетов. Написано куча текстов. Цей ліс станет местом, где будут происходить молитвы и памятные заходы на честь загибших героев. Он символ не вмиручості духу украинского народа. И напоминает нам про непохитность принципов, за которые мы до сих пор продолжаем бороться. Но, если сказать правду, то победушки-то не будет. В итоге дубовая аллея на всех российских каналах превратилась в кладбище посреди поля. И подобных фейков просто пруд прудит. Убогие берут известную фотографию двух украинских военных времен Харьковской операции и выдают их за американских наемников в Курской области. Американские наемники разоблачены во время вторжения в Курскую область России. Мол, не могли украинцы сами. Это чуть ли не всем блокам НАТО на Россиюшку напали. На миллионы зет-патриотов сидят при этом на диванах и грозно трясут кулачками. Мол, погодите, американцы, разберемся с хохлами и вы тоже за все ответите. За Белгород и Донбасс, за Крым и Севастополь, за Курск и Херсон. Берем США на прицел. Ярс, Сармат и Поседон берем прицел на Вашингтон. Вот только у надежды и ожиданий, которые возникают после просмотра фейковых новостей, есть крайне важная особенность. Они, ну в смысле эти самые ожидания, никогда не сбываются. А потому разочарование миллионного народа еще впереди. То есть нынешняя информационная политика Кремлю еще аукнется. Жители Курской области, кстати, уже прозрели. Врут, вводили визору. Врут, врут, врут. И врут. Твари, врут. Ну а прозрение остальных мы еще немного подождем. Заранее запасаясь попкорном. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!